Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас домашняя еда. У нас такие вот, как сказать, не знаю даже как правильно это называется. Я вам рецепт оставлю. Здесь внутри котлетка, сыр, баклажан, помидорки и черри. В общем, вместе получается обалденно. Внутри прям котлетка хорошенько сначала прожаренная, а потом в духовочку и все это запекается. Ммм, горячая. А как вкусно! Хотелось бы поблагодарить всех вас за классные комментарии в адрес моего котика Твикса. У меня просто недавно вышел влог, так скажем, день рождения моего кота. И там так много хороших комментариев. Я все это зачитала Твиксу, и он благодарит вас. Вкусно-теща! Помидорки, черри, нечто! Вообще классная закуска, можно даже, не тоже закуска, а классное блюдо. Можно даже на новогодний стол приготовить. До сих пор мы не поставили, кстати, елку. Я последние уже два раза просыпаюсь утром раном. А все потому, что мои соседи начали ремонт. И хорошо, что это не соседи снизу. Я реально очень боюсь, что начнут ремонт соседей снизу, потому что у нас внизу квартира. То есть такой же проект, как у нас, трехкомнатная. И, в общем, кто-то купил эту квартиру. И уже сколько лет она без ремонта абсолютно. То есть она не принадлежит компании. Не принадлежит МТК. Частное лицо купила. И при этом ничего не делает с этой квартирой уже, наверное, лет 10. И мы с мамой постоянно гадаем. Интересно, почему он не начинает ремонт. Мама говорит, может быть, у него денег немерено. Я говорю, ну если немерено, можно сделать ремонт и сдать, например. Более-менее какой-то ремонт. Потом мама говорит, а может быть, у него нет денег на ремонт. Я такая думаю, 10 лет нет денег на ремонт. Папа говорит, а может быть, он забыл про эту квартиру, что у него есть это. Короче, много всяких комментариев. Но по факту человек купил и просто оставил. И просто забыл, наверное. Я все время боюсь, что он начнет ремонт. И если он начнет ремонт, это будет просто нечто. Мне будет очень сложно делать ремонт. Ой, снимать видео. Потому что одно дело, соседи вот рядом, то, что они просто ванну и туалет ремонтируют. А другое дело, представьте, всю квартиру. Это просто будет нечто. И тем более соседи, которые прям так рядом расположены. А так вроде все сделали ремонт. Ну, возможно, кто-то будет уже переделывать. К ремонту я отношусь нормально. Я понимаю, что завтра мы тоже будем ремонтировать квартиру. И нужно с пониманием относиться к соседям. Ну, просто мне интересно. Человек купил квартиру. Пишите свои варианты в комментариях. Почему он еще не делает? Ладно, год, два, три, пять лет. Ну, блин, лет десять он купил эту квартиру. Почему так? Есть у нас, конечно, соседи, у которых 5-6 квартир в одном здании. Но они более-менее ремонтируют и без мебели сдают. Чтобы не заморачиваться. Без ничего пустая квартира сдаётся. И годами в таких квартирах живут квартиросъёмщики. Это очень удобно в том плане, что квартиросъёмщику неохота перевозить мебель и все дела. Поэтому он там живёт долго. И плюс, если что-то сломается, это имущество квартиросъёмщика. Поэтому вообще нет головной боли. Когда я пыталась сдать свою квартиру, были люди, которые хотели заселиться, но у них уже была своя мебель. То есть они снимали квартиру в другом месте, они хотели переехать. Потому что хозяин квартиры поднял стоимость. И они как бы хотели переехать уже со своими вещами, которые у них уже имелись. А у меня в квартире вроде всё есть и куда мне девать мои вещи. И поэтому я вынуждена была отказать этим людям. А ещё, кстати, когда я вам рассказывала про проблемы с квартиросъёмщиками, мне столько подписчиков на мейл написали письма, что они как раз-таки в этой зоне ищут однокомнатную квартиру или их какие-то родственники, знакомые. Мы готовы снять. Это было даже так неожиданно и приятно. Всё-таки без риэлторских услуг. Но пока что у меня всё нормально с квартиросъёмщиками. Пока что всё тихо, вроде всё работает, а это самое главное. Мы так со всеми соседями не общаемся. Так только. Блин. Я надеюсь, что вам это не слышно. Я очень надеюсь на это. Постараюсь побыстрее поесть. Мама говорит, давай сходим к ним, попросим 15 минут, чтобы они не сверлили. Мне, честно, так стыдно. Хотя женщина такая хорошая. Я понимаю. Завтра, когда мы тоже будем делать ремонт, им тоже придётся слышать эти все звуки. Мама говорит, а что здесь такого? Просто попросим минут 15 не сверлить. Я так рассчитала, села снимать видео, именно когда у них обед. Но, видимо, они покучили быстрее меня. Мама. Как я могу быть? Может, пойти попросить? У меня две штучки осталось. Попросить? Да не, неудобно как-то. Просто подожди тогда. Да, я чуть подожду, может. Я просто подожду, может, у него рука затечёт. Ждём. Ура! Вроде как он остановился. Ех. Он только добавляет оборот. Мама, он остановился. Не отвлекай. Еди. Сто пудово сяду монтировать. Всё закончится. Мои хорошие, я подождала ещё минут 15. Но я понимаю, что этот звук не прекращается. Поэтому вынуждена с вами попрощаться. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка.